Я не исключаю, что меня смотрят многие техноблогеры, причем достаточно известные техноблогеры и хотелось бы попросить вас не оставлять эту ситуацию так просто, дать ей огласку, а возможно у кого-то есть контакты компании Asus в России, если это представительство еще функционирует. В любом случае, брак на жирнющее материнское платье это как-то плохо. Ну и на видео все есть. Всем привет, с вами Давилович. Сегодня не будет у нас каких-то обзоров, сегодня просто сделаем распаковку моего нового железа. Это у нас топовая жирная материнская плата Asus ROG Crosshair X670E Extreme. Это у нас камень AMD Ryzen 9 7950X. И это у нас комплект по имени Dominator Platinum RGB. 2 по 32 гигабайта, так что приятного просмотра. Кстати, данные железки я купил в США, а так как сегодня что-либо оплатить российской картой с заграницей просто-напросто нельзя, поэтому пришлось обратиться к посреднику, к проверенному посреднику Артуру из Казахстана. И через него в Черную Пятницу я это все приобрел. Ну и, как видите, все доехало, все гуд. Сказать, что материнская плата огромная и тяжелая, это ничего не сказать. ROG Crosshair X670E Extreme. Игровая материнская плата, Wi-Fi 6E, AuraSync. Все, что, в принципе, и должно быть на топе. С обратной стороны у нас указаны все ключевые особенности. Конечно же, M5 сокет. Конечно же, у нас переходник для SSD, который вставляется в был GIMM 2 слот, сейчас называется по-другому. У нас есть LED-экран, LED-матрица вот здесь. И что у нас? USB 3.2, Gen 2, X2, 60 Ватт, Quick Charge 4+. Собственно, кратенькие у нас тут особенности данной материнской платы. Я не буду на них сейчас заостряться. Это нам не важно. Нам важно лишь вот что. Несмотря на то, что раньше на материнских платах я покупал свой Apex 13, он был без какого-либо стикера защитного. Здесь у нас все-таки гарантийная, ну не гарантийная, а защитная пломба присутствует. Поэтому давайте-ка прямо сейчас мы с вами его вскроем. И материнская плата сразу же потеряет в цене. Оп, готово. Открываем. Вау, какая красота. Что мы здесь видим? А ничего, просто защитная заглушка. А что касается того, что у нас находится вот с этой стороны. Ну здесь в принципе вы тоже ничего особо не увидите. Но самое главное у нас здесь. Открываем. О-хо-хо-хо-хо-хо! И вот она, вот она, красавица, материнская плата, которую, как здесь, брать, просто не представляете, насколько тяжелая эта материнская плата, офигеть, офигеть она тяжеленная просто, блин, ну, давайте мы ее пока в сторонку уберем, открываем, и вот она, вот она, красавица, материнская плата, которую, как здесь, брать, просто не представляете, насколько тяжелая эта материнская плата, офигеть, офигеть она тяжеленная просто, блин, ну, давайте мы ее пока в сторонку уберем, к ней мы вернемся чуть позже, когда мы с вами, вот, добьем остатки, остатки того, что у нас лежит здесь, в коробке, да, куча пыли, какой-то, какие-то волос беленьких, синтетических, но, давайте разбираться, давайте смотреть, ух ты, а у нас вот это все вот так вот можно приподнять, а здесь еще, ладно, давайте по порядку, открываем, первый слот, отвертка ROG, друзья, еее, вот это, блин, вот это реально крутая штука, пушка, смотрим, что у нас дальше, флешка ROG, USB 3.0, с драйверами, красота, супер, здесь у нас для, для подсветки и для вентиляторов, или все для подсветки, нет, подсветка, вентилятор, подсветка, вентилятор, это у нас блок управления, вентиляторами, подсветкой, да, кстати, вот, сразу же можем видеть, RGB, E-Fan 1, E-Fan 2, E-Fan 3 и так далее, супер, просто, пушка, вот он, друзья, переходник для двух SSD накопителей, M.2 SSD накопителя, радиатор с тепловой трубкой, с ребрами, кстати, да, вот у нас тепловая трубка, вот они, разъемы для SSD, супер, офигенно, да, с первой коробочкой разобрались, под этой коробкой у нас прячется как раз тот самый блок для одного, друзья, и не вижу второго крепления, для одного PCI-50 M.2 SSD накопителя, хотя, почему для одного, если здесь у нас 8 линий, очень странно, должен быть для двух, по крайней мере, как это вижу я, реально, реально для одного M.2 SSD, офигеть, какой здоровенный радиатор, тоже тяжелый, тоже цельнометаллический, алюминиевый, блин, ну, не должно быть никаких проблем с охлаждением PCI-50 SSD, ну, это, блин, крутая штука, это прямо зачет, так, положили обратно, открываем следующий кармашек, здесь у нас, в принципе, стандартная антенна, Wi-Fi, Bluetooth, все дела, неинтересно, больше здесь у нас ничего нет, смотрим, что у нас прячется здесь, ооо, здесь прямо куча всего, ну, давайте по порядку все это дело разбирать, так, винты крепления M.2 SSD накопителей, термопрокладка ASUS REMOVE для, опять же, M.2 SSD, какое-то крепление, какое-то у нас подложка какая-то, у нас на двустороннем скотче, заглушки, резиновые причем, так, этот у нас переходничок для подключения кнопки питания, перезагрузки, подсветки и так далее, еще M.2, еще M.2, так, это у нас что такое, просто какой-то удлинитель, чего-то, чего непонятно, просто удлинитель, проводочек, точно так же, точно так же, точно так же, здесь у нас, а, вот здесь у нас нормальная заглушка, тоже, я так понимаю, для M.2, чтобы не закручивать винт, а просто защелкивать, но это не все, давайте достанем, что там у нас есть еще, еще одна такая заглушка, удлинитель, я так понимаю, подсветки, с каким-то фирменным разъемом, я так понимаю, возможно, это у нас как раз подключается к тому блоку с подсветкой и вентиляторами, здесь у нас что, держатель под видеокарту, да, держатель для видеокарты, чтобы у нас ничего не проседало, супер, еще там что-то есть, ух ты, пластик, даже не это, алюминиевый значок ROG, так, убрали в сторонку пока, там снизу возможно, опа, а это что у нас такое, какая-то еще одна плата ROG, ROG True Voltage, что это у нас за плата, так, USB 2.0, micro USB, здесь у нас непонятные переходнички, интересно, что за плата, пока не разбирался, так что кто знает, что это такое, можете смело черкануть документы, коробочку, так, с этим разобрались, идем дальше, первая коробочка, книжечка, здесь, видимо, все, альманах по этой материнской плате, конечно же, благодарность на том, что, спасибо, я это купил, вот, кстати, отдельное руководство для контроллера вентиляторов и подсветки, ASUS, стикер, друзья, куча разных стикеров, все это ROG, все это блестит, ну, жирно, жирно, какие-то стикеры, он уже у нас отклеились, отклеиваются, короче, пофиг, книжечка по материнской плате, книжечка, не скажу, что какая-то большая, вероятно, все самое важное здесь у нас есть, отлично, снова в сторонку мы выбираем, потому что нам важно узнать, что же есть еще, а еще у нас опять куча всякой билиберды, удлинитель, раздвоитель для вентиляторов, так, двухсторонний скотч для крепления чьего-то, куда-то, еще у нас удлинитель, раздвоитель, три, друзья, три температурных датчика, три термопары, которые у нас куда-то подключаются, и мы сможем температуру отслеживать, вот это, кстати, прикольно, если получится использовать SSD накопителями, и чтобы все показывало на датчике, где-то в утилитах, вот это, кстати, очень интересная штука, так, это у нас что такое, 6 пин, здесь узенький, для питания чего-то, у нас такой вот переходничок, посмотрим, ау, брелок на ключи, роговский, у меня такое, кстати, до сих пор лежит в коробке от Апекса, надо достать и использовать, смотрим дальше, микро-USB на USB проводочек, следом у нас удлинитель подсветки, 5-вольтовый, вау, SATA, SATA к проводочке, прямой и угловой, в тканевой оплетке, я думаю, вот это должны быть прямо супер-жирные проводки, таких у нас проводочков, и того, 4, здесь у нас, опять же, удлинитель подсветки, здесь у нас что-то мощное, тройник подсветки, одну вставили, вышло 3, да, тройник, а, и еще 2 проводочки, итого 6 SATA проводков, которые у нас в тканевой оплёточке, супер-мега, блин, жирные, офигенно, круто, так, что у нас еще осталось, что у нас еще могло остаться, пусто, здесь мы посмотрели на антенну, тоже пусто, поднимаем, все, больше нет ничего, а значит, можно все это убирать в сторонку, потому что будем разглядывать материнскую оплату, вот она, тяжеленная просто материнская оплата, итак, с чего мы с вами начнем, кстати, нам надо что-то подложить, чтобы у нас материнская оплата красиво на камеру лежала, супер, ну, 4 DIM5, 4 разъема под материнскую оплату, я не вижу, чтобы они были реармированы, полностью пластик, защёлки у нас только сверху, или снизу, тут же есть, оба-на, оба-на, брак, друзья, в первом разъеме сломан пластик, сами видели, вскрывал, ничего не задевал, а у нас сломан, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну, у нас будет использоваться второй и четвертый, и вот это прям косяк, вот это прям косяк, производство, так как материнская оплата была куплена в США, и сейчас, чтобы ее отправить, это кучу-кучу-кучу бабок, все это тратить, нет никакого смысла, но это косяк, это косяк, я даже не знаю, тут клей исправит ли ситуацию, потому что там у нас разъем, да уж, кнопка включения, флекский, здесь у нас индикатор посткодов, сверху у нас для, разъем для вентиляторов, где у нас CPU-FAN, это, кстати, корпусный, 2 по 8-пин процессорный, Gen Z2 разъем у нас для двух SSD, питание бешеное, радиатор тут просто мощный, все это вот на пленочке, пленочкой снимать не будем, здесь у нас есть дисплей, OLED-экран просто белый и тоже массивный радиатор, или это не радиатор, нету, друзья, здесь нету места под SSD, как я понимаю, нету здесь SSD, а значит, переживать, что здесь будет какой-то нагрев и так далее, нет никакого смысла, это все не снимается, это круто, значит, SSD у нас стоит здесь, здесь, и 2 ставятся сюда, кстати, здесь должно у нас стоять так-то 3 SSD, потому что 5, нет, 4 SSD на плате у нас поддерживается, блин, круто, конечно, но расстроил факт вот этой вот поломки, к сожалению, она здесь и есть, печально, печально, но где наша отвертка, которой мы сейчас с вами все здесь и разберем, куча разъемов USB 3.2 Gen 2 здесь, кнопка по открыванию разъема для видеокарты, очень удобная, блин, штука, но мы с вами давайте снимем эту панель и посмотрим, что же у нас скрывается под ней, так, термопрокладочки, лаир, все как полагается, и 2 места для SSD, здесь у нас, здесь у нас, я так понимаю, кстати, надо смотреть, где 5.0, где 4.0, фиксация SSD у нас выполняется вот таким вот способом, никакие винтики сюда прикручивать не нужно, и это, блин, хорошо. Снизу у нас 2 PCI-Express, здесь 16 линий, здесь 8 линий и 4 линии PCI-3, наверное, но надо смотреть спеку. Куча разных рычажков, автоматические, не автоматическое включение, чего-то, с чем придется разбираться. Да уж, ну, это, блин, супер жир, супер жир. Что касается разъема, где разъемы у нас для подключения питания материнской платы? Материнская плата здесь, и 2 USB 3.0, 6 SATA, какой-то у нас еще здесь винтинатор радиатора какого-то можно подключить, вот тот фирменный разъем, я так понимаю, для управления подсветкой, и еще у нас несколько разъемов, корпусный вентилятор для помпы и ARGB подсветка 5-вольтовая, все как полагается. Блин, ну, согласитесь, супер-мега жирно, супер-мега круто, но обратная сторона у нас выполнена вот таким вот образом, все у нас экстрим, все по красоте, все круто сделано, что касается самой панели, то толщина вот этого металлического листа миллиметр, даже, наверное, полтора. Круто. Так, бэкплейт процессора у нас AM5, его, это, понимаю, трогать нам не придется, потому что все установится у нас в стандартное отверстие после съема вот этих вот крепежей, и вода, та комплектная, которая у меня есть, она сюда отлично сядет. Блин, вот как, а? Вот как так? Почему мне повезло? Именно на моей материнской плате был сломан разъем для дим-слота, для оперативной памяти. Лишь бы все работало, опять же. Такие вот дела. Кстати, что касается тестов SSD. Понятное дело, постоянно снимать нижнюю панель не так удобно, не так функционально, потому что там все-таки термопрокладки, там будут использоваться два SSD. Intel Optane, скорее всего, будет стоять вот в этом вот, в нижнем разъеме. Что касается SSD, которые будут сейчас на тестах, вероятнее всего, они будут тестироваться вот в этом вот переходнике, который у нас поддержит PCI-Express 5.0, и, соответственно, сюда будем ставить SSD, прижимать все это дело, устанавливать, после чего будем все проверять, как обычно. Так что тоже штука удобная тем, что я снял, поставил SSD, воткнул, начал тесты. Да, видеокарта у нас сразу же, вероятнее всего, перейдет в режим работы X8. Ну, а что делать? Куда деваться? Такая вот дисковая подсистема на этой плате. Проц как проц, коробка как коробка. Да, эффектно, Ryzen 9, все дела. Сверху у нас указано, что это 79, 50X, 16 ядер, 32 потока, 5,7 в максимуме ускорения, и базовая частота 4,5. Что ж, сейчас мы с вами скрываем нашу коробочку. Вот так вот это все у нас открывается, достается. Проц, бумажечки. Все вот эти вот необходимые. А тут у нас просто монолитный, ха-ха-ха, вспененный, достаточно плотно вспененный материал. Все, здесь у нас в коробке больше ничего интересного нет, кроме вот этого самого. Так, открываем и достаем наш проц. Все блестит. Красота. 79, 50X. А вот и она, оперативная память, Corsair Dominator Platinum RGB. Давным-давно еще на платформе, на Intel, я хотел себе такую память, потому что подсветка здесь выглядит нереально круто. Две планки по 32 гигабайта, с 6-5200, и это у нас, конечно же, DDR5. С обратной стороны ничего интересного. Видим стикеры на планках памяти, я так понимаю, серийным номером. в виде QR-кода сделано в Тайване. Все у нас, опять же, запечатано. И давайте смотреть. Давайте вскрывать. Готово. Вот таким вот образом мы с вами это все сейчас. Открываем. И достаем. Все. Пусто. Тиротенький гайд по установке, я так понимаю. Ничего интересного нет. Русский язык. Отсутствует. Опять же, куплено все в Америке. Но. Но, друзья. Сама память-то где у нас? А вот она у нас. Где спряталась? Да. Да. Вот это красота. Вот это прям, блин, пушка. Еее. Черная. Мата. Металлическая. Так. Ну-ка. Ну-ка, иди сюда. Да. То, что надо. Мне, конечно, не нравится, что подсвечивается надпись «Доминатор». Будет. Но вот эти квадратики – это, блин, просто что-то нереально крутое. Надо будет докупить еще две планки. И все, чтобы это у нас работало. И был просто громадный объем. Такая вот сборочка. Кстати, я совсем забыл в процессе анбоксинга, в процессе распаковки, да, вот на фоне вот этого сломанного разъема я совсем забыл вам рассказать про самые важные разъемы на обратной стороне материнской платы. Вы посмотрите, какое их здесь огромное количество. Да, понятно, тут у нас BIOS, да, у нас здесь есть клирк-моз, кнопочки. Все это есть на многих материнских платах. Но, друзья, но, вот здесь есть два таких вот разъема Type-C с надписью 40. Это, друзья, USB 4.0. Это единственная материнская плата с USB 4.0 распаянным сзади. И это 40 гигабит в секунду. Это, грубо говоря, равно Thunderbolt 4. Но надо проверять. Также здесь есть у нас SSD 20 гигабит. Это USB 3.2, Gen2, X2. Есть обычные десятки, собственно. Обычных USB 2.0 на задней плате нет. Зато Type-C прямо 4 штуки. Это, я так понимаю, у нас десятка, двадцатка и две сороковки. Что касается сетевой составляющей, два RG45 разъема 10G, друзья. Десять гигабит разъем здесь есть. Можно построить сетку просто нереально. Если еще на сетевое хранилище десяти гигабитную накатить. В общем, я что-то уже ушел от темы. Ну, обычные два с половиной G. Ничего необычного. Wi-Fi 6E. Разъемы. Стандартная антенна. Оптический аудиовыход. Ну, и, соответственно, еще пять аудиоразъемов. Так что здесь, блин. Ну, круто, друзья. USB 4.0. Это прямо нереально что-то крутое. Но, в завершение, да. Вот, друзья. Материнская плата за тысячу долларов. Топовая материнская плата от компании Asus. И брак из коробки. Вот как такое может быть? Неужели Asus пофиг на своих покупателей? Пофиг на тех, кто готов выложить большие деньги за их железки? Я, если честно, в шоке. На видео все видно. Да, друзья. Вот так сюрприз меня ждал в этой топовой, дорогущей материнской платье. Материнская плата была куплена за тысячу долларов, если что. Никаких скидок в черную пятницу на нее не было. И на нее до сих пор вроде как никаких скидок нет. Ну, да ладно. Дело не в этом. Дело в том, что вы увидели. Я сделал на этом акцент в самом начале. Да, потом я это заметил уже. Я пересмотрел видео. Это было изначально после распаковки. Плата мне попалась бракованная. На платье сломан один фиксатор разъема для оперативной памяти. Да, разочаровался я, конечно же, в этом. Но здесь вины нету ни моей, ни посредника, ни даже продавца. Да, плата была куплена, насколько я помню, на Амазоне. И вина здесь того, кто эту плату собирал, кто ее сломал. А это явно какой-то китаец или тайванец. Да, собственно, какая разница. И сейчас есть два варианта по развитию событий. Первый – это отправлять плату назад Артуру. Артур отправляет обратно все это дело в США. В США потом от посредника еще раз это отправляется в сам Амазон. Все это рассматривается, решается, непонятно к чему придет. А здесь есть одно «но». Отправка будет происходить за мой счет. А так как плата очень тяжелая, то каждый раз платить порядка… Я даже не помню, сколько мы за эту плату заплатили. За доставку долларов 70-80. Не помню. Это немало. И еще непонятно, к чему это все придет. Признают браком, не браком. Собственно, еще это по времени месяца, может быть, даже и больше. И этот вариант мне не подходит. А значит, вариант второй – я эту плату оставляю. И без всяких проблем, я надеюсь, да, мы еще с вами на стриме все это соберем обязательно. И я надеюсь, что все будет работать, все разъемы будут работать. А с этим дефектом придется что-то сделать. Подклеить суперклеем, либо еще что-то, чтобы вот было все зафиксировано. Потому что это важно. Если не работает, да, там будем думать. В любом случае, вы увидели распаковочку, вы увидели, что входит в комплект у этой жирнющей материнской платы. Круто, что здесь у нас три термодатчика, которые можно будет использовать в разных местах. Я постараюсь это реализовать в своих обзорах. Как-никак, чтобы все это мы могли с вами где-то в утилитах наглядно видеть. Что касается процессора, ну, здесь сами видели, несмотря на то, что это боксовая коробка, никакого кулера нет. Просто вспененный материал, просто сам процессор маленький, сейчас без ножек, наконец-то, лежит и ждет своей участи. Память пушка, память красота. Очень доволен. Жду не дождусь, когда все это дело подключу. И все это загорит, засияет и заработает. Очень был удивлен тому, что под тем местом, где располагается LED-экран белого цвета, где обычно стоит M.2 SSD накопитель, там M.2 SSD накопителя нет. Это не радиатор. Ничего там не нужно отстегивать, ничего не нужно заморачиваться, что там что-то будет нагреваться от этого экрана. Потому что там разъема для M.2 SSD нет. И это круто. Получается у нас 2 SSD внизу, 2 SSD через переходник. Это меня полностью устраивает. Что же дальше будет? То есть, когда соберем, что-то как. То есть, я специально не разбирал прямо вот каждую железку там подробно. Просто показал и рассказал. Потому что это все мы с вами узнаем только в процессе использования. Ну и, конечно же, отдельное видео по переезду с Intel на AMD. Оно на канале будет. Да, вот такой вот неприятный момент меня сегодня ждал. Неожиданный прямо. Тем более, от такой дорогущей материнской платы. Херовый контроль качества, значит, там, где их делают. Это факт. Судя по моей материнской плате. Потому что все было запечатано. Не переклеено. Я посмотрел все. Так что, такие вот дела. Но, я надеюсь, вы кайфанули. Вы кайфанули от распаковки. Точно так же, как кайфанул от нее я. Потому что новые железки распаковывать, это всегда приятно. Неприятно, когда попадается брак. Но, что поделаешь. Такая жизнь. Так что, на этом у меня все. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD. И обязательно увидимся на новых обзорах. Пока-пока.